Всем привет, вы на канале Планная Звезда КВ, и сегодня я вам расскажу о самых моих нелюбимых персонажах. Говорю, люблю я всех персонажей, но есть те, которые меня бесят. А на этом подпишитесь, поставьте лайк, ну и мы начинаем. Приятного просмотра. Третье место занимает кот по имени Крутобок. Вы спросите, почему я его не люблю? Не только из-за того, что он убил Чистокола, я понимаю, Крутобок защищал свое племя и помогал своему племени, делал правильно. Но еще из-за преданности. Вы скажете, я люблю Чистокола, который предал свое племя, но не люблю Крутобока, потому что он встречался с Серебрянкой. Потому что Серебрянка кошка мне и сама-то не очень нравится, ну и Крутобок тоже не очень-чень. Меня бейте, то что он тихаря взял, ну, предал свое племя, ну не то, что его предал, но просто ушел встречаться с Серебрянкой и никому даже об этом не рассказал. Огнегриф сам все это понял. Просто я не понимаю, как можно было влюбиться кошкой с чужого племени. Также Крутобок находит после смерти Серебрянки Милли. Да, я вам честно признаюсь и скажу, что пара Милли и Крутобок мне нравятся больше, чем Крутобок и Серебрянка. Хотя большинство КВшников наоборот. Просто когда Милли пришла в племя, она показала себя, ну, крутой, то что она ничего такого не боится и в будущем сильной воительницей. А Серебрянка мне показалась наглой. Также я не понимаю, почему Крутобок не мог найти себе кошку из грозового племени. А на втором месте кот по имени Воробей. А почему он мне не нравится? Все просто из-за его такого сварливого характера. Когда я начинала читать книжку «Знак трех», мне он сразу не понравился с этим характером. Потому что по сравнению с Воробьем, у нас с этой австралиста были совсем другими. Веселыми, крутыми, позитивными и так далее. А Воробей был какой-то злой, сварливый, чем мне и не понравился. Тем более из-за того, что он был слепой, ему дали такую огромную силу проникать во все сны. Типа Воробей самый могущественный. Он первую узнал о пророчестве, а потом рассказал астралиста Ельвина Свету. Только потом. А сам он все первую узнал. Также не бесит, что он грубо разговаривает со своими соплеменниками. А на первом месте звезда ЦАП. Он вообще обращался грубо с Систаколом со всеми. Просто чтобы получить власть. Неужто он не видел, как Систакол старался ему угодить? Просто еще никогда не видела такого упертого злодея. Сначала он убил Ярохвоста. Потом наслал свару собак. Потом наслал кровавое племя против всех племен. И когда его злые планы провалились, его убили, то он стал проникать во сны. Он проник сны своих сыновей, ежевичной звезды и коршуна. Но тоже все провалилось. Потом он проник в сон к Львина Лапе, то есть к будущему Львина Свету. Но вот тоже все провалилось. И он думал, что победит в великой битве. Но добро всегда побеждает. И он проиграл. Также мне бесит, что Звезды ЦАП хотел убить всех полукровок. Зачем ему это нужно, я не поняла. Ну на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. А так, всем удачи, не болейте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok